13.06 в Кирове, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение» и сегодня это «Особое мнение» Романа Титова, вице-спикера областного законодательного собрания и сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта. Роман, добрый день. Добрый день, поздравили всех с окончанием снежных праздников. Знаете, есть такое понятие «чёрный лебедь», то есть это событие, которое никем не предсказано и наступает одновременно. Вот мы этой зимой увидели белого лебедя, то есть погода нам показала все свои возможности и все красоты, поставив в тупик, по-моему, и городские власти, и коммунальщиков. Слава Богу, что всё это заканчивается, ну а я тоже пал жертвой стихии, поэтому не обессудьте, если будут чихать или, не дай Бог, кашлять. Ну мы все немножко подпростыли тут в связи с морозами и прочими всякими разными штуками. В конце декабря, начале января мы с нашими уважаемыми гостями традиционно подводим итоги ушедшего года, строим планы на будущее, оцениваем перспективы. Сегодняшний эфир исключением не будет, вот, обязательно этим займёмся, но немножко позже. Ну и прямо сейчас об актуальном я бы хотела тоже поздравить вас, Роман, и наших слушателей с окончанием, может быть, временным, но тем не менее, такого события, как настоящая русская зима. Да, морозы отступили, температура за окном стала более-менее комфортной, ну вот, наверное, сейчас есть возможность подвести некоторые предварительные итоги того, как сработали наши городские власти, областные власти, как сработали коммунальщики в эти, внезапно наступившие после потепления, там, да, первых новогодних дней морозы. Вот есть оценка какая-то? Оценка есть, и оценка немножко разная будет, то есть давайте отделим областные и районные власти от городских, поскольку половину праздников я провёл в районах Кировской области, половину в городе, а накануне праздников, 30 декабря, был на большом совещании с электронным со всеми районами, в том числе по вопросам благоустройства и прохождения зимнего сезона. Знаете, там волшебный, как можно говорить, месседж от областных властей и районов точно достиг, поскольку я был в Куменском, в Сумском, в Немском, в Кельменском районах, и честно вам скажу, дороги в отличном состоянии и в райцентрах основные улицы почищены просто на пять. То есть по циклу ходят машины, очищают обочины, то есть ездить одно удовольствие. Местные говорят, что причина в том, что мало припаркованного на обочинах транспорта, не надо ничего эвакуировать и можно чистить. То есть реально в районах здорово всё прошло. То есть выстроили работу с местными жителями каким-то образом, машину убрали? И машину убрали, да, и местные, ну как могли, прибирались у домов, дальше там трактора проходили, очищали. То есть в эту пятницу, предположительно, если там планы не изменились, будет там очередное совещание, посмотрим, как другие районы подведут итоги. Но сигнал услышали и работу провели. Но был удивлён, когда приехал в город, вернулся после поездок и надеялся, что ситуация на улицах кардинально улучшилась, однако улучшения этого не увидел. Поинтересовался, оказывается, вот из-за экстремальных температур у нас уборка была приостановлена. Мы говорили об этом, да. Честно говоря, большие вопросы, знаете, не столько к городу, поскольку он здесь выполняет функции оператора, да, заказчика, а к организациям. К подрядчикам? К подрядчикам, да, которые осуществляют очистку города. Ребята, ну вы когда заходите на контракты, когда там планируете работы, вы технику покупаете. Вот я зимой это и на улицах не видел машин, которые так называются, жадины в народе, да, вот, которые, знаете, загребущими лапами загребают. Они очень эффективны, с советских времён ими чистили. Знаю, что старые машины, ну, в значительной мере они списаны. Новых, ну, я не видел. А это эффективное средство очистки обочин в любую температуру, в снегопад, в такую, в сякую погоду. То есть вопросы остаются и, надеюсь, что мы ответы на эти вопросы получим, обязаны просто получить, поскольку у людей есть молчаливый вопрос, что происходит. И почему губернатор вынужден заниматься решением вопросов, связанных с очисткой улиц. Знаете, там, на одном из СМИ удалось прочитать, что вот, мол, не губернаторское дело. Слушайте, бывают ситуации, когда ответственный за регион вынужден сам впрягаться просто в эту историю для того, чтобы простимулировать. Районы стимулы услышали, в городе что-то произошло, что нам только предстоит понять, почему такой коллапс. Несмотря на то, что, ну, казалось бы, там, все готовились и административно... Потому что машин в городе значительно больше, чем в районах. И припаркованных машин, кстати говоря, тоже. А заметьте, кстати, было время, когда неправильно припаркованные машины массовые курсы из Кировских улиц. Вот даже давайте по центру сейчас пройдем. Нарушаются знаки, которые обозначают стороны дороги, на которых можно парковаться в чётные, а не чётные дни. Никто эвакуации не производит. Ну, то есть, если ничего не делать, конечно, ничего не произойдет. Устройте показательную порку, устройте показательную эвакуацию автомобилей. Ну, вот сегодня ночью, говорят, с Преображенской увозили эвакуаторами машины, чтобы у них почистить. Слава Богу, а почему не 1 января, а не 31-го? То есть, у мальчиков нет выходных дней. Ну, мне так кажется, не должно быть. Ну, во всяком случае, когда город публиковал график вывоза снега на новогодние праздники, в этом графике фигурировали даты с 3 по 6. Я надеюсь, что подрядные организации, которые обязаны осуществлять уборку города, понесут за это страшную ответственность. Смотрим на контракты. Вот искренне в это верю, потому что без этого мы и в следующую зиму будем входить с трепетом. Но у меня вообще на самом деле вопрос, все-таки вот эти показательные выезды в Рио-губернаторы и показательные порки, которые устраивались под телекамеры и представителям подрядных организаций, и представителям управляющих компаний, они, на Ваш взгляд, возымели какое-то действие или нет? Здесь надо понимать, что это, скажем так, элемент, то есть, не то чтобы это совсем уж показательный элемент предпрямого управления. То есть, поскольку там по нормативной базе губернатор отвечает за все, что происходит в области, он вынужден вмешиваться в вопиющие ситуации. Пока не все коммунальные структуры услышали призыв этот. То есть, вот есть подрядные организации, вот сегодня буквально там в районе Зонального, я вижу хорошо расчищенные международные проезды, то есть, работа проведена. В других частях города, во двор же не заедешь, там, ей-богу. С дворами в этом году беда. Да, но точно не надо думать, что вот один раз прошли и нагоняй дали, и все успокоилось. Вот, зная Игоря Владимировича, он давить будет до последнего, и не все это давление переживут, если не исправятся. Поэтому считаю, что эта мера необходима и эффективна. А воздействие-то какое возможно? То есть, все-таки подрядные организации в большинстве своем это частные организации? Ну, они все делают за деньги, они делают все за деньги. То есть, в следующем году с ними контрактов не будет заключено? Ну, сложно так сказать, там, у нас все же контрактная система, она открытая, но... Нет снежной свалки, то есть, места, куда вывозить снег. Вы знаете, там, расскажу историю, она кажется анекдотом. На самом деле, анекдот тут не анекдот ни разу. Вблизи Кирова предприимчивые предприниматели устроили площадку временного хранения снега. Ну, то есть, поскольку они не могут свалку оформить по документам, снежную, в соответствии с экологическими, назовем совсем, нехитрую тему придумали, они принимают снег на временное хранение до весны. То есть, весной, видимо, составят акты утраты снега в связи с... Патайкой. ...с Патайкой, значит, и таким образом как-то закроют свои хозяйственные отношения. Но, знаете, там, если бы не было проблемы, ушлые бизнесмены в эту историю бы не вошли. То есть, есть очевидная потребность у города в снежной свалке, в раз которой не будут попадать в реки, куда можно возить огромные объемы снега на случай вот такой землиной, как сегодня. Эта проблема решается сейчас как-то? Насколько я знаю, да. Там идут поиски места, подробнее пока не скажу. Я так понимаю, что эта свалка должна быть все-таки, ведь, достаточно близко от Кирова она должна располагаться? Точно недалеко, и, конечно, вблизи Кирова мест не хватает для размещения полигонов. Снежная свалка, она чуть менее, скажем так, жестко регулируется, но, тем не менее, там, это не просто поле, куда ты взял и вывез. То есть, проблему надо решать, и, к сожалению, пока вот мы решений не увидели, видим только попытки поймать за хвост уходящую зиму. Мы будем надеяться, что что-то все-таки сдвинется с мертвой точки. Сделаем небольшой перерыв и вернемся через 30 секунд. Программа «Особое мнение» продолжается. В гостях у нас Роман Титов, вице-спикер областного законодательного собрания, сопредседатель регионального штаба ОНФ, и Анна Лапшина. Продолжаем с Романом говорить про последствия погодных и природных катаклизмов. Со снежной свалкой разобрались, с уборкой снега не знаю, надеюсь, что не только мы разбираемся с этим вопросом, но и ответственные люди. Вот о чем я хотела спросить, когда спрашивала по поводу эффективности и результативности выездов в Рио-губернатора на какие-то показательные проверки под телекамеры. Чем чревата эта ситуация? Собственно говоря, вот мы увидели в последние несколько дней, когда из-за сильных морозов начала падать температура в квартирах горожан. И пользователи социальных сетей тут же золорадно начали писать, а где у нас в Рио-губернатора. В Рио-губернатор, как известно, говорилось об этом еще в конце декабря, уезжал в отпуск на время новогодних праздников. Вместо него оставался Дмитрий Курдюмов исполнять обязанности. И, к сожалению, большому, когда начались эти проблемы с отоплением, почему-то никаких показательных выступлений от лица областной администрации их не было. Вопрос был следующий. Почему дороги важнее, чем отопление в квартирах? Я бы здесь на самом деле темы, скажем так, разделил немножко. То есть, что касается теплового режима в домах, нормативная база под это подложена огромная. И гражданам сочувствую искренне, но посоветовал бы им не писать в социальных сетях и не постить в Инстаграме показателей термометров, а вызывать представителей полномочных органов, фиксировать отклонение температурного режима. Поскольку, если температура в квартире ниже, впоследствии надо и нужно будет провести перерасчеты. То есть, мы столкнулись с этим прошлой зимой по КО-4, в Слободском КО-4, когда жители температуры замеряли, но не вызывали представителей управляющих компаний, представителей ресурсников. То есть, никто не фиксировал? Не фиксировали, не актировали, и потом были проблемы с перерасчетом. А это нужно делать, потому что наказывать надо рублем. Я почему уж в ситуации с дорогами говорил, что следующее, что должно быть сделано, это претензии к подрядчикам, которые сорвали обязательства по оборотке городских улиц, так и здесь. То есть, только здесь сами граждане должны инициировать разбирательство с управляющими компаниями. В отличие от дорог, нормативная база здесь прописана жестко, и она на стороне людей. Да, но проблема в том, что в новогодние праздники не работают управляющие компании. Люди не знают, куда бежать. Слушайте, они обязаны работать. Нет, они, наверное, работают, но не берут телефонные трубы. Ну, это, понимаете, не знаю, может, там неправ, я, может, цинично слишком сужу, но надо найти, вот на видном месте дома должны висеть телефоны управляющей компании, которая за ваши деньги, которые вы платите каждый месяц, должна работать. И ее представители заинтересованы в том, что претензии по отоплению были не к ней, не к управляющей компании. Они должны актировать это, в том числе в интересах жильцов, которым деньги платят, в интересах самих себя, потому что у них договоры с ресурсниками заключены, к примеру, да, и они потом будут решать свои хозяйственные вопросы. Но если о том, что у вас холодно, зная только социальная сеть ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм, и Фейсбук, да, никто не будет никаких пересчетов проводить. Ну, вот, знаете, там, долгое время боролись с патернализмом, непобедимо похоже. А так реально, кроме шуток, открываешь социальные сети, и вот сплошные там фотографии градусников и жалобы, актируйте. Вы платите деньги, вы за свои деньги в другом месте готовы горло перегрызть. В этой ситуации надо делать точно так же, только в установленном законом рамках. Ну, мне кажется, никому связываться не хочется, может быть, разве уж совсем припрет. Ну, а тогда какие же апелляции, чтобы прилетел волшебник в голубом вертолете и решил вопрос? Ну, с дорогами же прилетел, ну вот. Почему ж нет тут? Ситуация касается всех горожан, всех 500 тысяч людей, а не десятков домов, которые попали в тяжелую реальную ситуацию. Вот здесь как раз там «Черный лебедь» прилетел, называется, и резкое потепление, и проблемы с котлом на ТЭЦ-4, и изношенность труб, и то, и все, и пятое, и десятое. Но темой, насколько я знаю, занимается прокуратура. Кстати, если вы, там, опять же, дорогие граждане, заинтересованы в том, что ситуация как-то менялась, пишите обращение в прокуратуру. Но просто проблема в том, что если вы не сактировали, то и обращение ваше... Понятно, оно не имеет под собой никаких оснований фактических. Поэтому берите в свою руку ситуацию. А если она не будет решаться, вот тогда уже можно апеллировать к высшей власти. Мне так кажется. Я бы так сделал. У меня, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, дома было тепло. Понятно. Более активными быть, призывает нас Роман Титов. Так, продолжим тему денег. Сегодня пришла новость о том, что с 1 февраля за проезд в общественном транспорте мы начнем платить больше. Больше на 2 рубля. 22 рубля будет стоить билет. Вот напомню, что перевозчики... Разговоры об очередном повышении проезда, они начались еще несколько месяцев назад. И перевозчики просили сумму... 30-35 рублей. 35 рублей, да. Вот эти 2 рубля, это такой временный компромисс. То есть каждый раз нам говорят, что мы повышаем цену на проезд на значительно меньшую величину, чем просят перевозчики. Вот, вроде как, а они получили свое немножко. И граждане не так страдают. Ну, мне кажется, здесь компромисс получился очень хороший. Потому что, да, действительно, перевозчики всегда хотят больше, но в этот раз перевозчики хотели, ну, совсем больше. То есть фактически... Намного больше, в полтора раза. На 50-75% рост тарифа. И мы в этой студии одно время назад говорили, что такой рост возможен только при каком-то радикальном изменении ситуации на транспорте, на городских улицах. Очевидно, что там вряд ли это бы произошло. 2 рубля, это такой честный компромисс, потому что топливо, стоимость моторного топлива очень сильно выросла. Мы все это видим. Каждый автолюбитель может это ощутить просто на своем собственном кармане. И предупреждает, что вырастет еще. А у нас законом установлено определенное последовательное принятие решений по тарифам, поэтому пока 22 рубля, и это на ближайшее достаточно долгое время так и будет. Ну, на год, наверное. Ну, на год как минимум. Может и больше. На год как минимум, да. Поэтому 2 рубля, я считаю, это разумный уступ, который транспортникам точно не понравится. То есть они лишь в малой степени компенсируют свои какие-то хотелки. Я хотела как раз про это спросить, потому что у нас неоднократно были эфиры на эту тему, и неоднократно граждане говорили, что мы готовы платить, мы готовы платить больше, чем платим сейчас, но сделайте нам транспорт, который работает. Дайте отменяемую программу развития транспортных перевозок. Вы видите транспорт на улице в холодные дни, когда автобусы были перегружены настолько, там, таксисты, мы знаем, не выезжали, они машины берегли, только максимум к обеду, к вечеру появлялись. А автобусы, по-моему, до четверти автобусов не выходило на линии. И троллейбусы тоже. И троллейбусы, хотя, казалось бы, троллейбус, он от электричества работает, он в любой марок должен заводиться. Ну вот, как гибридные автомобили, они не зависят сильно от температуры, окружающей воздух. Ну, что-то случилось. Поэтому 2 рубля – это, скорее, победа общественности в этой ситуации, а не транспортников. А транспортникам стоит, прежде чем хотелки на 30-35 рублей заявлять, предлагать, ну, некие… Ну, программы модернизации. Программы модернизационные какие-то вещи, да. То есть, если мы будем ездить на транспорте другого качества, наверное, и платить за это можно побольше, но не 35 рублей точно. То есть, человек, когда стоимость повышается сильно, он должен ощущать, что вот ему от этого так хорошо стало, что он готов пойти на эти издержки. Пока же мы не видим каких-то больших сменей. Роман, я знаю, что вы автомобилист, вы на общественном транспорте давно ездили в последний раз. Так, сейчас скажу. Наверное, недели-две назад ездил на общественном транспорте. Ну, я в такой день попал в морозный, и в новогодний было пусто. Вот. До этого ездил, наверное, несколько раз в декабре, и там я попадал на адские пробки. Просто на адские пробки внутри, там, двери пробиться, это толкаться надо. Изо всех щелей дует, конечно, ужасное состояние. Московское метро отдыхает. Вот, да. В некотором смысле. Ну, опять же, надо же придумывать какие-то вещи, которые людям позволят сэкономить и время, и деньги. То есть, упомянули, Московское метро, там же увязаны перевозки на троллейбусах, на автобусах, и ты, покупая билет, к примеру, дневной... Ты можешь ездить на всех видах транспорта. Да, и стоит это недорого. То есть, вы придумаете то же самое для Кирова. То есть, когда люди, которые много ездят, не просто там на работу с работ, когда могут купить такой проездной, ездить на общественном транспорте без проблем. То есть, вот резерв для экономии. Многие люди будут покупать, наверное. Ну, в общем, мне кажется, не попробуешь, не узнаешь. Все равно эти вещи каким-то образом надо, наверное, тестировать. Ну да, возвращаясь к началу, если хотите получать больше денег, извольте людям предложить сервис на халяву, цены никто повышать не будет. Не дадут просто. Ну, в общем, в ближайший год мы живем со стоимостью транспорта и проезда в общественном транспорте 22 рубля. Еще о финансах, в том числе региональных, СМИ сообщает о том, что свернута программа региональных авиаперевозок. Мы все помним, как она начиналась. Насколько я помню, если мне память не изменяет, это была инициатива полпреда президента ПФО Михаила Бабича по развитию региональных аэропортов в том числе, потому что это позволяло некоторым образом оживить трафик. Но, тем не менее, три года, по-моему, она работала, и с нового года из Кирова, как сообщают СМИ, не летают самолеты в часть городов Приволжского федерального округа. Это Пермь, Нижний Новгород, Уфа и Ижевск. Об этом сообщили в аэропорте Победилово. Как говорит начальник коммерческого отдела предприятия Алексей Губин, эти рейсы осуществлялись в программе федеральных перевозок. В 2017 году программа, насколько он знает, была свернута. Субсидий нет, и перевозчик сам принимает решение продолжать эти рейсы на коммерческой основе, то есть уже за полную стоимость, которая, видимо, взимается с пассажира, либо уйти. — Знаете, вот вопрос того, что сегодня творится по этой теме в информационном поле, это в том числе вопрос пиар-сопровождения деятельности аэропорта. Почему? Потому что я, как куратор профильного транспортного комитета, ситуацию эту знаю. И вот она намного шире. — Так, подробности. — И, мягко говоря, не совсем такая, как говорят, уважаемые представители. Я сегодня с Росавиацией говорил. Начал смотреть, почему не летают самолёты в Пермь и Нижний Новгород. Вот приказ Росавиации. Подписано ещё 12 декабря об временном ограничении деятельности сертификата эксплуатанта акционерного общества авиаменеджмента группы до 20 января 2017 года. Это Декстер. Это та самая авиакомпания, которая... — Которая осуществляла перевозки. — Которая осуществляет перевозки, да. То есть, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия, на что полномочен Росавиации, был частично ограничен сертификат допуска к перевозкам авиакомпании Декстер. Там, в силу этого, Декстер не может ничего перевозить ни из Кирова в Пермь, ни из Нижнего Новгорода в Киров, потому что доступ к этим маршрутам, по меньшей мере, до 20 января у авиакомпании закрыт. То есть, почему об этом никто не говорит, я не знаю. На сайте авиакомпании значится уведомление, что новое расписание не сообщат только после 20 января. Но пришлось говорить с федеральной структурой, которая сказала, ребят, проблема-то в том числе из-за этого. Раз. Второе. Программа региональных авиаперевозок никуда не свернута. — Отлично. — Значит, но отличного в этом ничего нет. — Ох как. — Дело в том, что с 2017 года программа из региональной, ПФОшной, она стала федеральной. Занимается ей как раз Росавиация. Был установлен целый перечень требований, сроков, документов для авиакомпании, для допуска к этим средствам. То есть там также идёт субсидирование, там всё сохранилось. — А в том же размере идёт? То есть тоже 50% платит пассажиры, 50% платит бюджет? — Да, бюджет. — Крубо говоря. — Да-да-да. То есть там пропорции, они... Вот сама логика системы, она сохранилась. То есть опыт ПФО, он был вынесен на федеральный уровень. И немалое количество авиакомпаний... — Готовы было принять участие. — Да и приняли участие, собственно говоря. Только вот рейсов из Кирова и в Киров в списке уже, скажем так, утверждённых маршрутов по региональным авиаперевозкам нет. Специально изучил нормативную базу. То есть это заявительный порядок авиакомпании. Если ей интересно, она заходит, она заявляется и работает. И вот если мы вспомним, когда схема Приволжская только начиналась, речь шла о том, и Полпред об этом говорил, что дать лаг временной авиакомпаниям раскатать маршруты и... — Нарастить количество пассажиров. — Чтобы они потом начали зарабатывать на этом. То есть предположу, что авиакомпании, которые там частично летали... Ну, кстати, оренбургские авиалинии летают в город Киров до сих пор. Там, несмотря на то, что программа свёрнута уже, там они продолжают летать. И до марта месяца точно никаких изменений не снизу. — Ну, мне очень понятно, они всё-таки летают на коммерческой основе. — На коммерческой основе, да. — То есть полную стоимость платят пассажир. — Да. Вот. И вопрос в том, что авиакомпании, которые работали с Кировским рынком, они приняли решение в силу каких-то причин не заявляться в программах перевозок. Но, опять же, там Декстер из неё формально там вышел, но летать он перестал не по причине того, что деньги закончились, а по причине того, что летать они не могут. — До 20 января. — До 20 января как минимум, там, если они сумеют решить свои проблемы. Вот. То есть, собственно говоря, эту информацию надо было выводить. Ну, у нас получается программа свёрнута, всё плохо, тушите свет, и даже Победа скоро уйдёт. — Да, про Победу, кстати, многие писали. — Никаких подтверждений этого нет. Победа — это компания, которая зарабатывает на перевозку, у которой маршруты летают полностью загруженными, у которой Киров увязан в логистическую цепочку. Мы же понимаем, что эти самолёты, они не только в Киров летают, они прилетают в Москву, затем летят в другой регион. И очень важно, чтобы Победа, эта цепочка сохранялась, они зарабатывают на эксплуатации машин очень плотной своих, да, поэтому тарифы низкие. До 23 марта, боюсь, шибится плюс-минус, Победа и расписание утверждено, и никуда они не денутся. — То есть они не сдвинутся с вечернего времени, они остаются там же, да? — Оснований для того, чтобы делать такие суждения, пока у меня точно нет. А я вот опираюсь только на факты, на документы, которые у меня есть, и на разговоры, которые у меня там сегодня были с контролирующим ведомством. Поэтому слухи о кончине региональных авиапериозок, они, мягко говоря, преувеличены. Плюс программа открытая, в неё, если, к примеру, за этот год региональное правительство или какая-то авиакомпания, которая заинтересована в перевозках, зайдёт в список, то она сможет летать дальше и получать субсидии. Немалое количество авиакомпаний и маршрутов в субсидированных перевозках сохраняются на 2017 год. — То есть этот вопрос открыт, они могут в любое время? — Они могут в любое время заявляться и в любое время получать эти субсидии? Или всё-таки до определённого срока? — Я боюсь здесь соврать, поскольку, ну, всё же, это такой специализированный вопрос, но эта программа точно открытая. И доступ не открыт. — То есть если интересанты будут, вопрос может быть как-то решён. — Да, вопрос в том, что маршруты не сильно наполнены на тот же Нижний Новгород. — Согласен. — Поэтому там летали авиатакси Декстера. Вопрос в том, что, по-моему, Декстера чуть не единственная компания, которая обладает парком судов вот такой малой вместимости. — То, по-моему, от восьми, от восьми и... — Ну, они очень небольшие, да. — Как маршрутка. — Один раз летал точно. Будет ли, наверное, какая-то замена или нет? Но это точно не вопрос того, что, ах, всё плохо, мы там вот все деньги порезали, денег у нас вперёд кинет. — Ну, то есть аэропорт победил его, продолжит жить. Эти деньги, которые вложили в его модернизацию, они не были выброшены на ветер. — Ну, реально, там, для «Руслайна», для «Победы» — это денежные маршруты. Самолёты летают с максимальной заполненностью на Москву, на Питер, и, думаю, так и точно будут летать дальше. — Ну, будем надеяться. Сделаем небольшую паузу на рекламу и вернёмся в студию. Особое мнение Романа Титова, вице-спикера областного законодательного собрания и сопредседателя регионального штаба ОНФ, продолжается. Я Анна Лапшина. Роман, добрый день ещё раз. — Добрый день. — Да. Ну, а теперь к обещанным итогам года. Просила я Романа подумать и выбрать самые значимые события, на его взгляд, в политическое, экономическое, общественное и социальное жизни Кирова, которые случились, и Кировской области, которые случились в ушедшем году, ну и оценить какие-то перспективы региона на наступивший год. С политики начнём. — Давайте с политики. То есть, на мой взгляд, событие номер один — это выборы. Выборы всех уровней, поскольку в этом году были сформированы не только региональные законодательные органы власти, а это очень важно, поскольку именно с этим ЗАГС-собранием в значительной мере практически весь период придётся работать тому человеку, который станет губернатором в сентябре следующего года. — Этого года. — Этого года, да. Всё никак не могу перелить в 2017 год. Это выборы в Госдуму, поскольку, опять же, это люди региональные лоббисты, и от их работы зависит в том числе и финансовое поступление, решение региональных проблем. И, что очень важно, это местные органы власти, потому что очень важно создать вертикаль прохождения информации от местных районных дум к нам, к законодателям, чтобы мы могли помогать решать проблем на областном уровне, а дальше, если проблема не решается, выходить на уровень Госдумы. Поэтому мы планируем законодательным собранием в ближайшее время собрать руководителей районных дум и с ними такую установочную сессию провести, найти общие подходы, общие понятия и обсудить, как мы будем совместно работать. Это здорово, что мы все одновременно приступаем к этой деятельности. Второе событие, на мой взгляд, безусловно, это арест белых и последующий демонтаж той административной конструкции, которая в Кировской области была выстроена на протяжении 7 лет. То есть мы кадровые перестановки имеем в виду сейчас, да? Кадровые перестановки и, на самом деле, изменение, скажем так, самой парадигмы управленческой, потому что вот сегодня мы видим, что это видно по заявлениям, это видно по решениям, ключевой становится экономически эффективной деятельности структур областного правительства. До этого, мое мнение, все же ключевой была, знаете, такая политическая эффективность, то есть это лояльность, это избегание острых углов, там, социальных каких-то конфликтов. Сегодня вопрос экономической эффективности важен, потому что вопрос бюджета, мы сами знаем, насколько тяжело обстоит. Ну и третье событие, третье по списку, да, но не по значимости, а по списку, да, это назначение, например, исполняющего обязанности Игоря Васильева и формирование новой команды впервые в Кировской области за долгое время губернатора, который не скрывает своей политической принадлежности, который относит себя к членам Единой России, как немалая часть членов его команды. Это хорошо или плохо? Я, когда шел на выборы, я говорил, что хотелось бы, чтобы такая конструкция появилась, потому что... Но это удобнее в смысле работы, наверное. Это удобнее, не только в смысле работы, это удобнее в плане, так в кавычках, лоббизма регионального, потому что давайте даже просто... Давайте, да, давайте честно. Члену Единой России проще выбивать деньги в Москве, чем члену Единой России. Да, да, да. И я на встречах людям про это говорил, почему это важно, потому что вот оно так будет. Вот оно уже происходит, то есть количество средств из федерального бюджета, которые пришли в этот год в Кировскую область, оно выросло на... Да, уже в этот, на бюджет с 17-го года, на 4 с лишним миллиарда рублей. Угу. С предыдущим периодом. Вот давайте там не давать оценочные осуждения, там, но они появились, эти деньги. И это хорошо, потому что это в том числе помогает нам формировать этот бедефицитный бюджет и дальше не закапывать себя в долговую яму. Не брать кредиты. Да. Так. Если говорить про экономику... Три события. Три события. Во-первых, мне кажется, вот для меня это вообще событие года, вот это один под номером один. Так. Это утверждение формирования новых подходов к бюджетному процессу в Кировской области. То есть бюджет безефицитный, причем принципиально это жесткое ограничение внешних заимствований. Буквально только что нормативка появилась об особенностях организации бюджетного процесса в Кировской области. То есть там четко прописано, что там ставка делается не на наращивание или сохранение долга, а на его там последовательное уменьшение. Ситуация назревшая, потому что да, вот часто приводят, в пример, Татарстан, у которого огромный объем долга, но у Татарстана и огромный объем доходных статей, собственно говоря. Татарстану есть с чего отдавать долги, в отличие от нас. А пока, честно говоря, там, сейчас, когда начинаешь копать, анализировать ситуацию прошлых периодов, особенно имея там возможности, которые сегодня есть, как у меня, как к собранию, я, честно скажу, задаюсь вопросом, на который ответ даже ниоткуда не получу. Это вопрос простой. Как мы собирались из этой ситуации выходить? Правда. Не понимаю. То, что сегодня происходит с реорганизацией бюджетного процесса, это серьезный, важнейший шаг на самом деле. Мало регионов Российской Федерации, которые ведут такую жесткую бюджетную политику, которая, честно говоря, мне напоминает политику федерального Минфина, которую много кто критикует, но все признают ее эффективность. На втором месте по экономике среди событий, мне кажется, это открытие предприятия «Наналек» и продолжение формирования регионального фармацевтического кластера. То есть продолжение, потому что уже есть предприятие в Восточном, сейчас идет речь у строительства нового предприятия на юго-западе города Кирова. И перешли последние годы от слов к делу, потому что еще во времена, когда Сергей Владимирович Кириенко был полпредом, говорилось, что будущее Кирова – это биотехнологии. И фармацевтический кластер. И фарм-кластер, да. И бах! И наконец движение началось. Это здорово, потому что помогает, собственно говоря, создавать предприятия, которые будут подпитывать региональную экономику деньгами и рабочими местами. То, в чем мы сегодня нуждаемся. Обеспечить занятость и обеспечить поступление в бюджет. Ну и в некотором смысле такой имиджевый, да, создает фонд определенного благоприятного. И имиджевый фонд, да. И это же вопрос нашей, скажем так, фарм-безопасности. Потому что, ну, сегодня немало количества препаратов, которые в аптеках есть, они дорогие не потому, что их производство дорого стоит, а потому что они импортные, они проходят большие цпочки, там, закупа, наценки и прочее, прочее. Отечественные препараты – это всегда хорошо, особенно если качество будет хорошее. Третье, скажем так. Второе, использую слово «демонтаж». Демонтаж системы приоритетных проектов, в том числе в лесной сфере. То есть немало количества проектов уже исключено из реестра. Первым вылетел в августе, по-моему, еще это НЛК. То есть это проекты, эффективность которых весьма сомнительная, главный результат деятельности которых – это получить лес за 50 рублей и продать его за 500. То есть ни одного индустриального предприятия по переработке леса в рамках этих проектов создано не было. Поэтому схема закрывается. И очень правильно, что в лесу наводится порядок. Ну и четвертое событие у меня, вот прям просто не могу не сказать. Это утверждение в конце года региональной схемы по обращению с отходами, с твердыми коммунальными схемами. Схема утверждена. Очень сильно она изменилась. Вы занимались этим вопросом. Да, она очень сильно изменилась по сравнению с той, которая появилась в августе. Это и в том числе продукт нашей совместной работы и всего экологического комитета с профильным министерством областным. Почему я это называю главным экономическим событием? Потому что фактически создана документальная база для формирования целой новой отрасли в экономике региона, которая должна будет развиваться по стратегическому плану, заданному этой схемой, и по следующим планам, которые еще не готов, на протяжении целых 10 лет. Это опять же и рабочие места, и деньги, и изменения вообще. Хорошо, что это начинается в год экологии. Вся эта история. Вся структура меняется, насколько я понимаю, там будут строиться и мусороразгрузочные какие-то станции, и перегрузочные, и сортировочные, и прочее. Да, и важно, что общественность услышали, и во многих ситуациях корректировки были существенные, внесены в первоначальную схему. Здесь не могу должное Али Викторовне Албеговой не отдать, то есть работа была проведена за... Исполняющей обязанности министра. Да, за 2-3 месяца, она грандиозная, честно говоря. Социалка, на мой взгляд... Ну, можно даже объединить, наверное, сообщественной жизнью, совсем мало времени остается, просто минутка. Тогда быстро. Бистро. Значит, во-первых, там самое важное, это то, что мы наконец-то, в том числе по качественным показателям, начали резать выполнять программу переселения ветхого аварийного жилья. Вопрос в том, что у нас будет с сентября 2017 года, пока не ясно. А что с сентября 2017 года? Программа заканчивается. Ох. Да. И надо формировать новые подходы. Пока разное есть мнение на этот счет, и это вопрос, который надо будет решать. Общественный контроль за ремонтом дорог. Это, безусловно, очень важно, да. И, опять же, удалось изменить многие ситуации. То есть, уже разработана та же рекомендованная форма контрактов для муниципалитетов. Область ее подготовила. Она, скажем так, учитывает все требования общественников. И третье событие, на мой взгляд, важное, это свалка в Осенцах. То есть, это та тема, когда большое количество людей разных взглядов, убеждений, целей, задачи сумели объединиться. И пока, пусть не окончательно, но отстоять свою позицию, отстоять полигон. То есть, на настоящий момент, точно знаю, ведется поиск резервных мест. Есть две потенциальные альтернативные площадки, которые будут рассмотрены в 2017 году. То есть, пока рано ставить точку, но важно, что вообще этот полигон должен был быть открыт в настоящее время. Да, потому что уже в Костино уже все. В Костино продлили. Оказалось, можно. Оказалось, вот это вот давление, оно не работает. И это, я считаю, большая победа всех нас. И общественности. Да, конечно, и общественности, и народного фронта, поскольку мы в этой ситуации деятельно участвовали, и федеральных активистов, которые нам помогали. То есть, как бы то ни было, как бы мы между собой не конфликтовали в процессе решения этой ситуации, но отстоять пока удалось. То есть, в Осенцах точно не будет полигона? Об этом говорить рано, но в том виде, в котором планировалось, помойки точно не будет. Потому что уже пошли изменения, ведь мы говорили о том, что запрещено сохранение сортированных отходов. Вот сортировка уже появляется, уже проект как бы готов. И если там что-то и будет, то это будет уже не то, что планировалось к постройке, не просто место, куда будут выбрасывать и трамбовать трактор. Вот так вот. Будет более современно. Спасибо большое Роману Титулу, вице-спикеру областного законодательного собрания, сопредседателя регионального штаба ОНФ. Особое мнение на этом завершается. Мы с вами прощаемся. До свидания.